Интересно, влияет ли витамин D на почерк? Это проблема школьников всех возрастов, но так ли важен красивый почерк в эпоху компьютерного набора? Спросим у специалиста. Сегодня у нас в гостях детский психотерапевт Валентина Морозова. Присоединяйтесь к беседе вы, телефон прямого эфира 682-147. Валентина Николаевна, доброе утро. Здравствуйте. Когда же формируется почерк у ребенка? Почерк формируется, когда он начинает писать, но если вы имеете в виду подготовку руки, то начинается, когда человек начинает застегивать пуговички, шнуровать шнурки, и вот попытка родителей облегчить ему состояние, купить кроссовочки на липучках или замочек сделать, то есть вот это первые трудности, которые потом ребенку придется преодолевать. Он не привык пользоваться руками. Да, то есть ребенок развивает мелкую моторику. Но вот смотрите, когда мы говорим о том, что у ребенка должен быть хороший почерк, а к чему стремиться, где идеал? Что это? Письма 19 века от Пушкина к его девушкам? На что ориентироваться? Ну вот тоже хороший вопрос. То есть почерк не тренируется специально в последнее время. То есть когда ребенок приходит в первый класс, он получает огромное количество информации, а как самостоятельная дисциплина, красивое письмо сейчас отсутствует. Раньше же были уроки чисто писания, и поэтому ребенку воспринимать сразу много информации тяжело. он и буквы учит, и еще как ее писать, это два разных дела. И поэтому, если вы хотите, чтобы у ребенка был красивый почерк, то введите тренировки специально по 15 минут каждый день, и почерк будет улучшаться. Вот. А с какого возраста можно начинать в таком случае? Ну, не раньше, чем он пошел в первый класс. Не стоит тренировать почерк раньше времени, потому что всему свое время. Какие все-таки самые частые проблемы встречаются именно в почерке у детей? Ну, почерк... Как человек вообще умеет учиться? То есть способен ли он к труду? Если он привык выполнять какие-то действия по правилам дома, то он и буквы по правилам писать будет. Поэтому проблема в почерке... Это дисциплина. Это дисциплина. Внутренняя дисциплина человека. Да, 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 да. Да. Ну вот, смотри, я тут недавно прочитал, что дети испытывают нагрузки при первых занятиях письмом примерно такие же, как космонавты во время подготовки в центрифуге. И следовать на вопрос, как ребенка уберечь от перегрузки? Ведь от этого все портится. И нервная система ребенка, и та же самая моторика. Ну, тренировку, когда проводят, надо же не перетренировать человека. То есть если результаты становятся хуже, а не лучше, значит, вы уже перестарались. То есть если он первые три строчки написал хорошо, а четвертого пишет плохо, то надо прекратить. То есть это уже нагрузка слишком высокая. Ну и признак утомления, например, изменяется размер букв. То есть на самом деле, когда человек устает, размер букв становится больше. То есть они увеличиваются. Да, он начинает крупнее писать. Валентина Николаевна, вот пришло время, как вы сказали, время – это первый класс. Мы учим нашего ребенка писать. На что следует обратить внимание, чтобы сразу обнаружить зачатки проблемы или болезни? Ну вот вы, наверное, имеете в виду дизографию? Ну вот дизография – это действительно проблема письма, освоение правильности, то есть грамотности. А почерк сам по себе – это тренировка красиво выводить буквы. Вот это разные вещи. Разные. То есть проблему мы не обнаружим, именно когда ребенок учится писать. Если мы пока учимся писать просто палочки, крючочки, конкретную букву, причем это необходимо, чтобы писать красиво, потому что когда ребенок потом пишет сразу несколько букв, он вообще не различает, где начинается одна, где кончается вторая, то есть это ему очень сложно. Тогда в каком возрасте мы можем уже обнаружить дизографию? А, ну когда возникают проблемы с грамотностью. То есть это уже русский язык, это не почерк. То есть в класс 35-й. Ну почему? Это и раньше видно, но это проблема уже русского языка, освоения. То есть проблема освоения письма и чтения, потому что дизография обычно дизлексией, но это с почерком не связано. То есть учитель может подсказать родителю, что он обнаружил такую проблему? Да, ну то есть это при хорошем интеллекте, при том, что ребенок хорошо усваивает любой другой материал, у него избирательно нарушена грамотность. То есть у него нарушено восприятие звуков, или он, допустим, думает быстрее, чем пишет, у него пропуски букв. Но это немножко другое, это не почерк. Вот вы сказали, что ребенку прививают чисто писание и аккуратность. Вот родителям как поступать? Некоторые родители говорят, мой ребенок пишет, как курица лапой, и пусть пишет, почерк, вещь индивидуальная. Кто-то говорит, нет, он должен писать аккуратно. Вот кто прав в этой ситуации? Те, кто бездействует и пускает именно на самотек красоту письма ребенка, либо те, кто заставляет ребенка постоянно что-то писать дома или на уроках? Ну вы сами ответили на вопрос, для кого это важно, те тренируют. Все-таки, чтобы чему-то научиться, надо этому тренироваться. В школе не тренируют писать, в школе дают огромное количество знаний, и почерк – это что-то между делом. Поэтому лучше осваивают письмо женщины, потому что они умеют много дел делать одновременно. То есть мужчины могли бы писать намного красивее, если бы этому тренировались специально. А так как очень много, то им трудней. Вот у мужчин-то на самом деле может быть почерк намного лучше. А стоит ли тогда мальчиков переучивать, заставлять? Нет, действительно, если вы хотите, чтобы он писал красиво, его нужно тренировать отдельно. То есть мы занимаемся с тобой 15 минут в день чисто писанием, и почерк будет красивым. Все-таки чем нужно учиться писать? Ручкой, карандашом? Это имеет значение? Ну, это имеет значение, потому что учиться писать надо тем, чем будешь писать. А я слышала, что говорят, нужно карандашом, он менее напрягает руку. Ну, учиться надо тем, чем ты будешь пользоваться. Ну, хорошо. А тогда как, какие упражнения вы можете порекомендовать для родителей, с каким пишущим инструментом, чтобы они могли с ребенком, не знаю, в форме игры, например, проводить их дома, готовя к школе? Ну, можно меняться местами, то есть быть периодически учителем, учеником. Вот вы правильно сказали, что, чтобы тренировать почерк, нужно сделать это игрой. Ну, а тренировать руку можно разными способами, чтобы не только рисовать, и не рисовать там карандашом или кистью, а тренировать руку можно тем, что разрешать ребенку участвовать в бытовых делах. То есть, муж ребенку за 12 лет не дают хлеба отрезать, а почерк старается. Конечно, нужно тренировать ребенка пользоваться руками хорошо во всем. То есть, получается, многие родители совершают ошибку, то, что садят ребенком на стульчик, ничего не трогают, сами завязывают ему шнурки, не дают развивать моторику. Но иногда же, иногда получается, что проблема с почерком не только проблема с моторикой, но и проблема с головой. Ребенок не осознает того, что пишет, поэтому и не получаются и красивые грамматические ошибки. Вот как узнать, что это именно эта ситуация? Ну, вот это вот все-таки почерк и грамотность немножко разные вещи. Некоторые могут писать красиво, но неграмотно, если их тренировали именно писать. То есть, что такое грязь в тетради? Очень много помарок, ошибок. Это признак того, что у нас есть такое специальное слово органика. То есть, если у человека есть какая-то утомляемость, истощаемость, то он делает много ошибок, исправляет. И, в принципе, написано правильно, но грязно. То есть, ему надо голову вот тоже, так сказать, подкормить. То есть, дать ему специальные витаминочки, которые сделают более устойчивой работу мозга. Спасибо большое. Спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях было.